А теперь об этих и других событиях более подробно. Лев Кузнецов провел заседание Губернаторского совета по реализации в регионе майских указов президента. Повышение зарплаты бюджетникам, ликвидация чередей в детские сады и переселение жителей из ветхого и аварийного жилья – лишь часть указов, обязательных для исполнения. В текущем году на это в крае направят более 30% расходов краевого бюджета. Тему продолжит Ирина Алиева. Члены краевого правительства, депутаты законодательного собрания края, главы городов и районов сегодня собрались на большом совещании. В большом концертном зале проходит Губернаторский совет. Главная тема – реализация в регионе майских указов президента. Напомним, майские указы 2012 года стали первыми документами, которые Владимир Путин подписал сразу после вступления на должность главы государства. В их числе указы об экономической и социальной политике, здравоохранении, образовании и науке, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ. Их исполнение – приоритет для всех регионов страны. В этом году на реализацию указов в крае направят более 30% расходов краевого бюджета. В этом зале нет тех, кто контролирует, а тех, кто работает. Успех реализации указов зависит от каждого из нас. Ликвидация аварийного жилья – одна из задач, поставленная президентом по программе. В течение четырех лет в крае в новые дома должны переехать почти 15 тысяч человек. Чтобы так же, как семья Семеновых из Лиссасибирска, они смогли отпраздновать новоселье. Теперь у Димы Илюши есть своя комната, квартира большая, можно в прятки играть. Раньше семья жила в старом доме, все удобства были на улице. Новому жилью теперь не нарадуются. Хорошо, конечно. Детям места хватает. Даже одна комната бывает свободной еще остается. Места хватает. Сегодня на губернаторском совете территории отчитываются о работе. Некоторые районы – лидеры в исполнении этого указа. Например, Шарыпово. За эти годы было построено около полутора тысяч квартир. Соответственно, полторы тысячи семей переселились в новое комфортабельное жилье. И живут в нормальных человеческих условиях. Ну а если это в людях, то это более трех тысяч человек. То есть на самом деле проблема решена на сегодняшний день. Секрет Шарыпово – прост. Полное взаимодействие всех уровней власти. Плюс привлечение к строительству новых домов, градообразующих предприятий. В самом большом городе края – Красноярске – проблема аварийных домов решается поэтапно. Программа разделена на три части. Сначала расселят жители 26 ветхих домов, потом еще 46. А в 2015 и 2016 годах квартиры получат жители остального аварийного жилья. Отметим, что в Красноярске всего сейчас 117 домов, признанные ветхими и аварийными. При реализации первого, второго и третьего этапов программы предполагается, что весь аварийный фонд, который признан таковым по состоянию на 1 января 2012 года, будет ликвидирован. До 2017 года в крае снесут 240 тысяч квадратных метров жилья. Если сравнивать с прошлыми годами, объем значительный. С 2008 по 2012 год снесли только 144 тысячи квадратных метров. В регионе потратят 12 миллиардов на исполнение этого указа. За ближайшее время построят новые дома для трех тысяч человек. Что касается места в детских садах, то и в крае появляется все больше. Строят новые здания, возвращают обратно старые и проводят там ремонт. Еще одна задача, поставленная президентом, повышение заработной платы бюджетникам. В прошлом году из краевой казны на это направили более 11 миллиардов рублей. Одним новая система платы труда нравится, другие недовольны. Губернатор о проблеме знает. До меня в том числе доходили информации, что не всегда только показатели являются важнейшим критерием. Часто отношение руководителя, при том предвзятое, или сводит на нет всю работу, или наоборот дискредитируют ее с точки зрения эффективности работы его подчиненных. Чтобы работники понимали, как распределяются стимулирующие выплаты и знали, как можно получать больше, губернатор поручает вице-премьеру краевого правительства Галине Пашиновой разобраться в этой проблеме. Ирина Алиева, Александр Сафонов, Денис Тимошенко, Сергей Бурмакин. Новости. Продолжение следует...